В наших выпусках мы часто рассказываем о ремонтных работах в учреждениях образования. Например, в этом году капремонт был проведен в Тверской школе номер 15. В начальной 17-й школе продолжаются работы в основном в здании этой же школы на улице Мусоргского. А во вторник, 24 октября, депутат Гурдумы Александр Маняков посетил среднюю школу номер 40. Подробности у Натальи Чекет. В школе обучается 1446 детей. В этом году на нужды учебного заведения депутат Тверской городской думы Александр Маняков выделил 750 тысяч рублей. Часть этих средств направили на капитальный ремонт процедурного кабинета. Здесь заменили линолеум, стены отделали кафель, закупили новые раковины. Лето 2023 года мы отремонтировали оборудование школьного стадиона. Мы сделали капитальный ремонт процедурного кабинета, закупили спортивный инвентарь. Также мы поставили новые въездные ворота по программе антистеристической защищенности. Школа с каждым годом преображается. Спасибо большое Александру Сергеевичу за то, что он нас поддерживает. Для спортивного зала закупили футбольные и баскетбольные мячи. Дорожку для сдачи норматива в ГТО. А для спортивного туристического клуба «Высота» приобретено специальное оборудование. Веревки для альпинизма и карабины. Спортивный туризм в школе у нас появился около двух лет назад. Первые наши мероприятия были – это школа безопасности, которая проводится МЧС России по Тверской области на берегу Орши. Дети очень заинтересованы, относятся к такому роду деятельности, так как оно и в дальнейшем помогает в жизни быть более крепким, физически активным и уметь прийти на помощь в нужную минуту. С депутатами Тверской городской думы школа сотрудничает с 2012 года. Поэтому образовательному учреждению уделяется особое внимание. В основном преображать школу удается за счет включения в муниципальные программы, в том числе по реализации предложений граждан. Мы достаточно часто приходили в эту школу, мы были на связи. В общем и целом мы понимали, что здесь объем работы достаточно большой. Требуются ремонты и помещений, и залов, и приобретения инвентаря дополнительно. Хочется, чтобы дети учились в хороших условиях, поэтому стараемся помогать. В дальнейшем также планируется осуществлять помощь и оказываться действия в рамках наших взаимодействий. Кроме того, на школьном стадионе отремонтировали спортивное оборудование, а также установили детский игровой комплекс. Школа номер 40 давно превратилась в центр социальной, спортивной и культурной жизни микрорайона «Юность». Поэтому работа по улучшению материально-технической базы учебного заведения будет продолжена.